Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем печь очень вкусный и простой в приготовлении капустный пирог. Чем он такой прекрасный? Во-первых, тем, что он минимально продуктов, то есть дешево, сердито, плюс легкие в приготовлении, и эти продукты все у вас будут дома. Ничего нам не нужно такого, там, бежать в магазин, что очень важно в карантинных условиях. Поэтому пирог будет простой, легкий, сытный и очень вкусный. Приступим! Так, девчонки, сегодня будем готовить пирог с капустой, с капустной начинкой. Нам для этого понадобится нашинкованная капуста. У меня немножко было, вот я ее нарезала. Одна луковица. И, ну, по рецепту, вообще там охотничьи колбаски. Но у меня охотничьи колбаски нет. Делаем из того, что есть дома. У меня была, как вот такое, как мясо, немножко с салом, типа ветчины. Я добавлю, ну, буквально по, там нужна одна охотничья колбаска. Но я думаю, что этого будет достаточно количества. Одна луковица. Мы сейчас обжарим лук, добавим туда нашу ветчину, колбасу, и будем прожаривать вместе с капустой. Это будет наша начинка для пирога. Обжариваем наш лук с нашей ветчиной. Можете добавить колбасу, сосиски. Но по рецепту, конечно, идет охотничьи колбаски. Но за ними нужно идти в магазин. А так как мы в магазин не пойдем, используем то, что есть дома. Можно вообще не использовать. Будет чисто вот лук и капуста. Но мне кажется, вот такая нотка вкусная. Запах будет приятный в пироге. Поэтому, если у вас есть какие-то колбасные, мясные изделия, то обязательно сюда добавьте. Обжариваем. Мясо с луком обжарилось. И мы теперь понемножку добавляем сюда капусту. Перемешиваем. Обжаривать будем. И еще раз повторюсь, там произвольное количество. Ну, где-то около полкило должно быть свежей капусты. Мерченки и специи. Я буду добавлять сванскую соль, сладкую паприку кусочками и смесь перцев. Просто мельничкой, которая измельчается. Все. Вы можете добавить те специи, которые любите. Чем мне нравится этот рецепт, что вы можете его варьировать, менять по вашему усмотрению. Вот у меня сегодня вот такое настроение для специй. Но я чаще всего в этом пироге, только единственное, что у меня соли, раньше такой не было, использовала обычную. Но в целом минимальные специи. Капусту немножко обжариваем и добавляем наши специи. Так, капуста обжаривается. Девочки и мальчики, не в эту капусту, так как мы будем использовать ее для мельчинки. Пирог. Никаких помидоров, воды, томатных соков или чего-то добавлять нежелательно. Если вы сделаете капусту очень влажной, то и пирог у вас получится такой, ну, клёклый. Поэтому наша задача ее прожарить в ее собственном соку. Вот я уже слегка, она у меня уменьшилась, я добавила, видно, специи. И теперь на маленьком объеме на 10-15 мы ее прожариваем до той консистенции, до которой вы любите. Хотите больше, хотите меньше. Мне вот нравится, когда капуста реально в два раза уменьшается от изначальной, тогда, на мой взгляд, она самая вкусная. Девчонки, капуста полностью готова. Нам ее нужно переложить в мисочку, чтобы она слегка остыла. И пока она будет остывать, мы с вами сделаем тесто. Пока наша капуста остывает, мы с вами сделаем тесто. Что нам для этого нужно? Три яйца, 150 грамм муки. У меня цельнозерновая. Лучше всего либо цельнозерновую, либо из твердых сортов. Но если у вас никакой из этих нет, подойдет и обычная. Просто это из твердых сортов как бы более полезное. То есть, три яйца, 150 грамм муки, 300 миллилитров кефира, щепотка соли, щепотка сахара, чайная ложка с горкой, то есть, как бы, две чайные ложки, либо одна с горкой, разрыхлителя. Соли и сахара мы добавляем по большой такой щепотке, потому что когда добавляем сахар, у теста такой вкус вкусный получается. Что нам сейчас нужно? Мы сейчас к нашим яйцам добавляем такую хорошую щепотку соли и венчиком их хорошо взбиваем. Взбиваем минутки три-четыре, чтобы так яйца хорошо можно миксером, но не обязательно. Мы рецепт будем готовить простой, поэтому обойдемся без миксера. Девчонки, вот полторы-две минутки и у нас получаются вот такие яйца. Они не взбитые, но как бы немножко пенка появилась. Сюда добавляем щепотку сахара, и вливаем наш кефир. Сейчас я так аккуратно. И еще раз все хорошо перемешиваем, просто перемешиваем венчиком. Рецепт настолько простой, но результат, я уверена, вас очень сильно порадует. Хорошо перемешиваем. Вот такая пышная масса у нас получается. Сейчас мы разрыхлитель добавляем к нашей муке и все хорошо перемешиваем. Либо одну с горкой, либо две обычные чайные ложечки. Разрыхлитель с мукой перемешали и теперь вот так вот просто ложечкой мы добавляем нашу муку. Сначала половинку, а потом вторую половинку нашей муки. и просто перемешиваем. Опять же, повторюсь, желательно цельнозерновую, либо из твердых сортов, но если у вас дома такой нет, ничего страшного, делайте с обычной муки, все у вас получится. Сыпала оставшуюся муку и еще раз хорошо перемешиваем. Тесто должно быть такое, знаете, как сметана. Девочки, тесто должно получиться вот такое. Ну, как вот сметану, как на панкейке. Все хорошо перемешали и сейчас будем формировать наш пирог. Нам для этого понадобится форма. Сейчас самое время включить разогреваться духовку на 180 градусов. Пирог ставим уже в разогретую мы духовочку, поэтому включаем ее. Нам нужна форма. Либо форму смазываем маслом, либо выстелим ее пергаментом. Я хочу выстелить пергаментом. Сейчас все подготовим и будем с вами уже просто формировать наш пирог. Для украшения пирога я хочу использовать кунжут. Кунжут у меня двух видов. Мы посыпать будем это обычный белый прозрачный. И вот чернушка, вот этот черный, неочищенный кунжут. Этим мы посыпем пирог сверху. Начинаем формировать наш пирожок. Друзья мои, форму берем немаленькую. У меня такая, видите, большая форма, намного больше моей ладошки. Пирог будет такой большой на всю семью. Можете форму просто смазать маслом, но мне хочется, чтобы... Ну и люблю так. Чистенько, потом все хорошо. Я выстелю нашу форму пергаментом. У меня уже есть такие листы специально для круглых форм. Мы сейчас ее утрамбуем и будем сюда переливать. Нам нужно... Вот мы сейчас выстелим форму и сюда нужно вылить половину нашего теста. Тесто мы вылили половинку. Девочки, по поводу цельнозерновой муки. Я думаю, что в каждой стране она продается, но те, кто живет на Украине, я покупаю цельнозерновую муку в АТБ. Сейчас покажу, как она выглядит сразу. Вот борошно, цельнозернове. Своя линия. Стоит, по-моему, 26 или 28 гривен за 1,8 кг. Поэтому найдите. Так, возвращаемся к пирогу. Тесто мы вылили половину. И теперь раскладываем начинку поверх нашего теста. Ну, сколько вы считаете нужным начинки. Я люблю побольше. Я распределила всю капусту, что у меня тушилось. И теперь сверху, девочки, выливаем вторую половину теста поверх капусты. Вот так получается. Вы видите, что все очень легко и просто. Сверху, ну, это по желанию, мне нравится посыпать кунжутом. Немножко беленьким. и сейчас я еще добавлю черненького. Черненький, кстати, девочки, полезнее, чем белый. Потому что вот в этой белой это очищенный черный, но в этой шкурочке в черной находятся очень полезные элементы для вашего организма. Мы кунжут любим, поэтому добавляем щедро. вот такой красавчик у нас получается. И теперь отправляем его в духовку 180 градусов на 35-40 минут. Но все зависит от вашей духовки. Правда, ведь рецепт очень простой, легкий, быстрый, но я уверена, что по вкусу он не оставит никого равнодушным. Красота! Отправляем в духовочку. Вот пирожок только достала из духовки, еще он шипит. Сейчас он остынет. мы его переложим на блюдо, разрежем и покажу вам, какой он внутри. Запах обалденный просто. И кунжут так красиво смотрится на нем. Вот такой пышный пирог получился. Он слегка остыл. Сейчас мы его разрежем, посмотрим, какой он внутри. попробую аккуратненько взять. еще в серединке идет пар. Но очень пышный получается. Совсем не мокрый, он полностью пропекается. Посмотрите. Вот такой аппетитный и вкусный пирожок получается. один из главных преимуществ этого пирога в том, что он не черствеет. То есть, какой он сегодня мягкий, сочный, посмотрите, какое тесто, все в дырочку, рыхлый такой, то такой пирог будет и завтра. То есть, до двух дней он сохраняет свою мягкость, влажность, он полностью пропекается. Посмотрите, вот тесто. не вовкий, не клёклый и будет радовать вас как минимум два дня великолепным вкусом и мягкостью и нежностью теста. Всем приятного аппетита! ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ